Превращение веществ в утилизацию отходов в биологическую атоматическая деградация органических отходов. Превращение веществ это изменение химической структуры под воздействием факторов окружающей среды. Абиотические превращения, то есть под воздействием кислорода света, это реакции с молекулярным кислородом или кислородными радикалами, образующимися в атмосфере или воде при протекании фотохимических реакций. Большинство реакций окисления и окислительно-восстановительных процессов приведены в широко распространенной литературе. Гидрохитические процессы основаны на том, что многие органические химикаты легко гидролизуются до гидрофильных конечных продуктов. Фотохимические реакции в атмосфере характерны для органических молекул, которые не поглощают ультрафиолетовое излучение при длине волны более 290 нм. Фотохимические реакции веществ в ОС, которые способны вызывать химические превращения, споры органических соединений в тропосфере, внутримолекулярные реакции при восприятии в состоянии, межмолекулярные реакции между различными активными и неактивными частицами в тропосфере, многие окислительные реакции могут быть одновременно и фотохимическими, например, реакцией вредных веществ с активными частицами кислорода. Следующие биотические превращения вызываются живыми организмами или продуцируемыми ими ферментами, что называют метаболизмом вредных веществ, а продукты превращения метаболитами. Соединение металла и неметалла, накопление которых в ОС происходит от естественных и антропогенных источников почти поровну. Накопление этих веществ в ОС нежелательно, из-за вредных для живых организмов последствий, то есть это острые хронические отравления и их цитотоксические. Биологические превращения металла, то есть включение ионов металлов в органические производные приводят к повышению токсичности по отношению к теплотворным живым организмам. Например, в природном цикле ртути одним из микробиологических механизмов превращения является окисление. Всевозрастающая масса таких ксенобиотиков, пестицидов, гербицидов, фреонов, синтетических пластиков, тяжелых металлов попадает в атмосферу, водоем и почву в таких количествах, которые превращают ассимиляционную и самоочищающую способности природных систем. Сложность ситуации заключается еще в том, что при современных масштабах и характер взаимодействия, воздействия человека на природную среду в воду отличается совершенно неожиданной для человека реакцией, что обусловлено исчерпанием способностей среды к самовосстановлению, наличием большего количества эмоциазии в природе. Утилизация отходов, видов утилизации. Используется значительное число технологий по утилизации отходов. Термические технологии, применимые для утилизации любых видов твердых, растворимых, жидких и кодообразных отходов. Суть метода заключается в термической обработке материалом высокотемпературным теплоносителем, то есть продуктами сгорания топлива, контактным или бесконтактным способом. Продукты терморазложения подвергаются окислению или другим химическим воздействиям с образованием нетоксичных, газообразных, жидких или твердых продуктов. Термический метод обычно состоит из стадии предварительной, в том числе и агентная обработка, высокотемпературная обработка и обеззараживание, многоступенчатая очистка газов, теплоиспользование, получение побочных органических или минеральных продуктов. Термические технологии дают твердые отходы в малых объемах и позволяют использовать вторичное тепло для коммунальных нужд. Они имеют большую энергоемкость на единицу перерабатываемых отходов. Примером термического процесса может служить электрофизическая технология полной переработки железной стружки, пилок, чугунной дроби. И в результате получаются железно-окисные пигменты, то есть товарный продукт, имеющий широкое применение. Технология реализует плазмохимический способ получения высокодисперсных оксидов металлов, основанных на плазменной переработке десперкирования сырья. Не менее перспективным является направление термического безокислительного пиролиза. Его преимуществом является получение технологического газа или минерального продукта с орбета. Полученный газ может быть использован для технологических и бытовых целей, при этом обеспечивается значительное уменьшение объема, твердого остатка, экологическая чистота и безопасность процесса. Следующие физико-химические технологии преработки отходов не обладают универсальностью. Они позволяют использовать отходы как сырье для получения полезного продукта, например, из использованных автомобильных шин, полимерных материалов. Возможно переработка отходов удобрения, строительные и дорожные материалы, керамику. При этом используется индивидуальный подход в выборе технологий. В настоящее время острый стоит вопрос создания безотходных и малоотходных технологий, легко разлагающихся упаковочных и тарговых материалов. Наиболее перспективным процессом обезвреживания и переработки отходов является биотехнология. Живые компоненты биоты Земли за миллиарды лет переработали неживую биосферу, гидросферу, атмосферу, превратив все это в биосферу. Созданные природой, микроорганизмы и методами этнической биологии приспосабливаются учеными для выполнения новых функций. Биотехнологии используются при производстве белков, продуктов из древесины, нефтяных парафинов, метилового и этилового спирта, природного газа и даже из водорода. К недостаткам биотехнологий можно отнести лишь медленное протекание процессов, что их дорожает. Существующая система утилизации недостаточно отвечает современным требованиям эпидемической и экологической безопасности, хотя надеживает опыт Германии, где добились успехов сортировки отходов на самые ранние стадии их появления в домах, в ворах. И для сбора металлолома стекла на разовой упаковке предусмотрены отдельные специальные емкости. Экология Together Врез Продолжение следует...